Непобежденный боксер Михаил Алексеев выступает на профессиональном ринге всего два с половиной года. Но 9 сентября в Челябинске у спортсмена уже главный бой вечера с экс-чемпионом мира в первом легком весе по версии IBF. Малькольмом Классеном. У Михаила подготовка к бою проходит не только в привычном боксерском сале. Ты сейчас сразу на трамплине или куда? Нет, я хочу покушать впервые. Картошка, картошку нельзя. Здесь майонез, все жирное. Нам тренер говорит плавнее. Мы сюда же приходим с пацанами. Бассейн, свежий воздух, релаксация – все это полезно для боксера в период активной подготовки. Ведь своевременное восстановление тела и духа – неотъемлемая часть процесса. Смотри, чистота. Обычно они ободренные у меня были, они сделали свою работу. Главный бой вечера будет с очень опытным соперником, экс-чемпионом мира. Серьезный бой. Самое топовое и тренировки тяжелое. Упорный труд и потом отдых. И тело тебя благодарен. Победу. Сила. Деревенская сила. Все мои прадеды, деды. Почему они сильные такие? Они вот с деревни. Город не мой. Я почти все детство прожил в деревне. Поля. Это лес. Это все мое. Дрова колоть, баню топить. Хотел бы я, короче, дом свой. Вон там, где это лесочек. Чтобы так стоять и черпать силы. С земли, с неба, с чистого воздуха. Пророда – это мое все. Так что вот в таком месте я хотел бы жить и воспитывать своих детишек. Будет? Все будет, но не сразу, как говорится. В Аркаим Михаил Алексеев отправляется для участия в съемках своего видеопрофайла. Однако красота этих мест не позволяет боксеру в полной мере ощутить сложности долгого процесса съемок. Здесь я высыпаюсь, здесь духовный покой. И я рад, что меня в этом месте пришли здесь. Съемки можно считать? Конечно, можно, но не полноценно. Колота моя стихия. Ну, заболеть, чуть боюсь. Перед самым важным боем появлюсь. Никогда не думай, что так будет я снимать. Ну, конечно. Дубль. А я по форме? Без музыки я не смогу, потому что маленький тренинг, а вот с собой везде не про проценту. Я и в танцы ходил, и в акробатику ходил, и в музыкалку ходил я. Вот. На футбол ходил, на баскетбол ходил. И в итоге я нашелся в боксе. Потому что для бокса это все разминка. Слушай, ну, бегу, я же не слышал свое дыхание, ритм дыхания. И она бывает из-за музыки сбивается. Ты в бою должен слышать дыхание свое. Надо все тело прочувствовать, чтобы вот ты вышел в ринг, и ты полностью все контролировал. У меня стиль такой, ведение боя, что вот я музыкой настраиваюсь. Без музыки нету, я не могу разминаться. Не то настроение, тут сбиваюсь сразу. Мне лучше музыку, чтобы кого-то послачить. Давай, Миша, там ты должен выбрать, там настраиваться. А музычку включил, все, и у тебя уже где-то музыка скаивается. Первый тренировок утром, была 8 утра, круговая. Сейчас здесь огонька идет. Берусь самую такую, как вспотеть больше. БЦ. Ну, это имя. Это теплооспоедительный камень. Ну, я с 15-го года здесь. Первый бой был на 24-го апреля. Водолей, репетировал, да. Одержал победу, и все, меня пригласили сюда. Открыл дверь, и у меня не было ни постельного белья, ничего не было, подушки не было. Лег на диван в вещах, и утром пошел на тренировки. Чумодан готов. К бой готов. Это моя фишка. С каждым днем долгожданный бой Михаила Алексеева становится ближе. Сгонка веса – самый сложный этап в подготовке, как в физическом, так и психологическом плане. Последние непростые дни перед боем боксеры сконцентрированы лишь на самом главном – на тренировках. Время любых возможных развлечений, как правило, подходит к концу. Бой скоро, готовимся. И опять с нотября будет арена трактора. Челябинск. Арена трактор. Зрелищный бокс Михаила Алексеева и Малькольма Классена не оставляет зрителей равнодушными. Десять непростых раундов приводит к своим последствиям. В девятом раунде у Михаила рассечение брови. Но это не мешает боксеру завершить бой в свою пользу и завоевать уже одиннадцатую в его карьере победу. Не могу досмотреть бой. Я до половины дохожу постоянно, до раунда четвертого. Может, неудобно одни глаза смотреть. Даже за глаза еще. Я ходу сначала до конца посмотрел. И уже понять, что не так пошло с этим глазом. В начальных раундах он ее рассек. Я не видел ничего. Левую руку прижал. И жду, пока он в эту сторону, короче, наклонится, чтобы я только почувствовал здесь что-нибудь. И сразу я эту руку выкидывал. Первый раз у меня так. Была бы это давнишняя сечка, она бы не открылась бы так. Это просто она была свежая, потому что я на тренировках не получил. Я не мог проиграть, был готов все отдать ради этой победы. Гордость драться в главном бою. И еще гордость берет то, что Рой Джон. Он сидит и мой бой смотрит. И еще живое выступление дает. Для меня это вообще такой мотивацией было. Как будто у меня крылья вырастут.